МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хрустящие, хрупкие и сладкие. Как вы думаете, вафли любят есть только дети? Или взрослые тоже не прочь полакомиться вкусным десертом? Сейчас как раз и проверим. Предлагаем продегустировать взрослым и детям 5 образцов сливочных вафель. Все образцы засекречены. Образец номер 1 сделан по ГОСТу, а остальные произведены по техническим условиям. Образец номер 1. Вафли сливочные от новой технологии. Образец номер 2. Вафли как в детстве. Производитель Волжский пекарь. Образец номер 3. Вафли Яшкина. КДВ Воронеж. Вафли Альянс. Образец номер 4. Производитель Аконт. Образец номер 5. Вафли Интуицию. Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика Вавилон. История этого лакомства началась в Германии в 13 веке. Слово «вафля» произошло от немецкого «вафель», которое, в свою очередь, от немецкого «вэбэ» – ячейка сота. Действительно, вафли по своей структуре напоминают пчелиные соты. По вкусу вафли должны быть сочные, вкусные. В меру там должна быть начинка, и она должна быть тающей во рту. Это тонкий и вкусный такой, как этот. Вот это я попробовала третий, я попробовала вот это первый. Это тонкий, как я хочу, как мне нравится. Толстый мне не нравится, конечно, как печенье, а этот как вафли. Я выбрала номер пятый. Я очень люблю вафли, если честно. Я больше всего люблю шоколадные вафли. И вот эти вафли мне показались каким-то вкусом шоколада. Поэтому мой выбор. Вот, Павла, эти вафли. Спасибо за диктацию. Номер четыре. Всем рекомендую. Кусам детства, наверное, мы в детстве любили вафли. Пока все лакомятся сладким, заглянем на производство. И посмотрим, как делают всеми любимый десерт. На фабрике все компактно и эргономично. В небольших цистернах муку сначала насыщают кислородом, так вафли будут вкуснее. Добавляют воду и начинают вафельный замес. Туда же соль, соду. Тесто должно быть по консистенции, как жидкая сметана. Что интересно, хрустящие вафли выпекают солеными, а сладкими они становятся только после добавления начинки. При температуре 170 градусов на выпечку тратится всего две минуты. Так современная вафельная карусель допекает партию вафель. Хрустящие прямоугольники отправляются на веерный охладитель. Там они остывают до нужной температуры. Затем тысячи вафельных клеточек покрываются сладкой начинкой. Потом эти прямоугольники нарезают стальными струнами. И после этого десерт приобретает товарный вид, чтобы попасть на полки магазинов. К примеру, на этой фабрике за сутки производят 4,5 тонны вафель. Сколько же лакомства! Возвращаемся в магазин. Здесь уже тоже съедено немало вафель. У всех свои предпочтения. Кому-то нравится послаще, кому-то наоборот, кому-то помягче, а кому-то хрустящие. Подавай! Кошу, чтобы были хрустящие. Не слишком приторные. Мне больше понравился четвертый, потому что они хрустящие, вкусные, непритерные, сладкие такие. Третий, они как-то более слаще. Пятый. Потому что он не сладкий. Итак, по итогам прошедшей дегустации, образец номер один набрал 5 голосов, образец номер два – 2 голоса, образец номер три – 5 голосов, номер четыре – 4 голоса, и образец номер пять – 19 голосов. Покупатели магазина сделали свой выбор. Теперь посмотрим, что скажут эксперты пищевых продуктов. Какие вафли действительно качественные и соответствуют всем необходимым стандартам. Сначала эксперт оценивает внешний вид десерта и пробует их на вкус. Так определяются органолептические показатели. Затем сравнивает их с указанным составом на этикетке. Образец номер один изготовлен по ГОСТу. Требование ГОСТа по внешнему виду, чтобы изделие было ни хрупким, ни ломким, был четко виден рисунок на поверхности изделия, а также не выступала начинка за края. А также оценивается продукт по наполняемости начинки. Начинка должна полностью заполнять поверхность вафельного пласта. К продукции, которая сделана ПТУ, требования другие. Рецепт приготовления по этому документу разрабатывается непосредственно самим предприятием и значительно отличается от ГОСТовского. Представленные пять образцов соответствуют по маркировке и информации, нанесенной на упаковку, для потребителей. В образцах номер 3, 4 и 5 указана также информация о том, что применены такие компоненты, которые могут вызвать аллергию и предупреждает покупателя о том, что он должен быть осторожен. Недопустимые дефекты вафель, прогорклый сальный привкус, повышенная влажность на ощупь, потеки начинки по бокам, неоднородность окраски, пригорелость. Хотелось бы отметить по итогам исследования, что по вкусовым качествам все пять образцов соответствуют нормативным документам. Продукт, выработанный под номером 1, он у нас оказался единственный, кто изготовлен по ГОСТу, но, к сожалению, в нем не соответствует количество начинки. По органолептическим показателям, вкус и запах, образец номер 1 и 3 имеют более сильный запах и вкус ароматизатора. Это не является значительным нарушением, но это уже на вкус потребителей. Натуральные компоненты, конечно, предпочтительнее ароматизаторов. Еще важно, какое растительное масло использует производитель. Его добавляют и в вафельные листы, и в начинку. В десерте встречаются и пальмовое, и подсолнечное. Часто пальмовое масло на этикетке не указывается, из-за того, что мнение о нем неоднозначное. Еще одна рекомендация от специалистов – лучше покупать вафли, в составе которых нет маргарина, или он стоит на последнем месте в списке ингредиентов. А вот сливки в сливочных вафлях, наоборот, должны стоять в первых рядах. Если они притаились где-то в конце состава продукта, то, скорее всего, их там и вовсе нет. Один из советов, которые дают эксперты при выборе продуктов – не только внимательно изучить упаковку на состав, но и посмотреть, нет ли на ней грамматических ошибок, грязи и других нарушений. Упаковка – лицо производителя и его отношение к покупателям. А народный способ определить качество вафли – это разломить ее. Если вафля ломается со звонким хрустом, значит, продукт качественный. Но даже если качество вафель во всем вас устраивает, употреблять этот продукт ежедневно не рекомендуется. В нем содержится достаточно много жира и сахара. Питайтесь правильно и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова